И отзывчивая девушка, а еще в ней столько силы и желания жить и помогать, что порой удивляешься человеческим возможностям. О работе благотворительной организации в Блиозерском районе расскажет сама Ирина. Она приехала к нам на праздник. Встречайте! Добрый день! Хотелось бы всех поприветствовать, поздравить с днем пожилого человека и сказать, что наш благотворительный фонд всегда готов к вашим обращениям. А теперь немножко расскажу. Благотворительный фонд начал свое существование в 2017 году. Очень как бы нерожиданно и просто. Семейная пара Александра Финяк и Евгений Гершинич просто купили помещение, открыли кафе. И однажды в это кафе пришел дедушка и сказал, что у меня очень много денег, но кушать хочется. Ну, хозяйка пожалела и говорит, что у нас все это такая акция для пенсионеров и блокадников. В общем, все бесплатно. Дедушка покушал, он приводится, хорошо. Вы приходите всегда, мы всегда будем вас кормить бесплатно. Друзей приводите, хорошо. Ну, как бы хозяйка подумала, что больше не придет. Вместо этого дедушки пришло несколько дедушек и несколько бабушек. И с этого им получилось кафе, благодарные обеды для пенсионеров. А однажды, когда хозяйка была занята, ее муж болел, пришлось вставлять официантку, которая не знала об этих правилах, что дедушке нельзя брать деньги. И официантка взяла с него за обед, дедушка пропал, больше дедушки не было. Мы выставили объявление на дверях кафе, бесплатные обеды, надеясь, что дедушка вернется. Но вернулся не только этот дедушка, а еще много других бабушек и дедушек. И кафе стало носить другой характер. Оно стало носить характер благодарных обедов. Ну, пришел коронавирус в пандемии, и появились волонтеры, появились благодарные обеды на дом. То есть продуктовые наборы, из которых вы уже самостоятельно готовите обед. И волонтеры стали носить эти спасательные продуктовые наборы к тем, кто без детей и к кому некуда обратиться. И вот так вот появился Добродомик. Он существует уже с 2016 года. Благополучно существует кафе в Санкт-Петербурге. И недавно, с прошлого года, открылись многие филиалы в многих городах. А уже два месяца открылся филиал «Триозерзген». Пока мы небольшая организация, нас очень мало. И мы рады каждому волонтеру, присоединившемуся к нам, и каждой бабушке, и каждому дедушке. Горячая линия работает каждый будний день. Обращайтесь, кому требуется помощь, два раза в месяц. Продуктовые наборы. Ну и общение, конечно же, с нашими волонтерами, с теми, у кого есть всегда время на вас. Ведь они работают для вас. Вся информация о Добродомике находится вот на таких листовках. После концерта можете ознакомиться и... Мы частично раздали уже листовки. Но если вдруг у вас есть знакомая бабушка, дедушка, которым 60 плюс, и она действительно одинокая, да, и ей некому помочь, вы можете позвонить по номеру телефона, и вам обязательно помогут. После концерта можете забрать листовки от знакомых. Просто передайте эту информацию, да, и помогите тому, кому действительно нужна помощь. Помогаем мы в районе, не только в «Триозерске», и в район наши волонтеры ездят и возят продуктовые наборы. Следующая заставка завтра по району. Ирина, расскажи, вот нужно позвонить по номеру телефона, который указан здесь, да, и всегда на него кто-то отвечает? Да, да, всегда есть два крюса. Какие условия нужно... Условия очень простые. Вы просто представляете, называете, куда к вам нужно приехать. Это «Триозерск», «Район», «Частный дом», «Нечастный дом», то есть мы уточняем, если там собаки-бабаки. Какая категория людей может попасть? 65 плюс, одинокие, без детей, либо у кого дети первая, вторая группа инвалидности, или любые другие тяжелые ситуации. Все рассматривается индивидуально. Спасибо. Ну, а в исполнении Ирины прозвучит песня, которая называется «Росовый туман». Встречайте, Ира.